А теперь о событиях в мире. Иностранные посольства возвращаются в Киев. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, британское дипредставительство возобновит свою работу на следующей неделе. Ранее о возвращении в украинскую столицу говорили власти Италии, Франции, Испании и других европейских стран. Между тем, в офисе президента Украины заявляют, что за сутки в Донецкой области российские военные взяли под контроль больше 40 населенных пунктов. И вот на этом фоне в Миноборон России обозначили цель второй фазы спецоперации. По словам замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустама Минникаева, в ходе следующего этапа российская армия должна установить полный контроль над Донбассом и южными областями Украины. И спокойная обстановка тем временем и в других государствах. Впрочем, обо всем подробнее в подборке международных новостей. Десятки людей погибли в результате взрывов в Афганистане. Первый из них прогремел в мечети города Мазари-Шариф на севере страны. По данным Би-Би-Си, в результате больше 30 человек погибли, около 90 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Второй взрыв произошел в городе Кундуз, где был взорван автомобиль. По последним данным, 4 человека погибли и 18 получили ранения. Третий прогремел в провинции Нангархар. На востоке страны и еще одна детонация произошла в одном из районов Кабула. Там ранения получили двое детей. Новые столкновения вспыхнули между израильской полицией и палестинцами. Беспорядки вновь произошли возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме. 31 человек получил ранение. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. По данным агентства Reuters, полиция вошла на территорию мечети после утренней молитвы и применила резиновые пули и светошумовые гранаты. В это время там находились 200 палестинцев. В ответ они забросали служителей правопорядка камнями. И вот по сообщению полицейских сотни людей, а некоторые из них с закрытыми лицами и флагами ХАМА стали запускать пиротехнику. Ситуация в Иерусалиме накалилась в прошлую пятницу, когда израильская полиция столкнулась с палестинцами. Ранения получили в тот день 150 человек. Число погибших из-за селя, вызванного проливными дождями в Джизакской области Узбекистана, выросло до пяти. Еще шесть человек получали травму различной степени тяжести. Как сообщает МЧС, страны проливные дожди вызвали самое сильное наводнение за последние 80 лет. Сели и паводки затронули сразу три региона страны. Но самые серьезные разрушения в Джизакской области. Там под воду ушли свыше 200 хозяйств. 53 из них полностью разрушены.